Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 13 сентября года 2021. Забудешь, какое число, так давно мы с вами не встречались. Но тому были свои причины. Во-первых, естественно, Лыборды. Потом Росшанас. Ой, с наступившим Новым годом, 5782-м годом я вас с радостью поздравляю. И желаю вам окончательного и замечательного запечатывания, чтобы все было хорошо в книгу жизни. Чтобы этот год наступивший для нас был лучше предыдущего. Давайте так. А эта программа сегодняшняя, завтрашняя программа и следующую мы услышим только в четверг следующей недели. Опять же, по случаю Ёмки Пура, который начинается со среды вечера на четверг. Поэтому на этой неделе только сегодня две программы, а потом Суккот. Вот. Так что будем немножко сейчас тут комбинировать разные вещи для того, чтобы как можно больше и чаще программа звучала. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, мы поговорим о телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпинь. Это важно. И мы давно не касались китайской темы. Пришло уже время ее коснуться в свете последних моментов. Там разных всяческих военных движений, движений кораблей. Есть определенные напряжения и в Южно-Китайском море, и вообще по разным позициям. И разговор телефона этого коснулся. Моя задача вам о нем доложить и о том, что мы знаем, каковы могут быть по этому разговору последствия. Хотя мало деталей. Потом мы перейдем к интересной динамике Ближневосточной небольшого сближения между двумя парадигмами. Между парадигмом салафистским, между парадигмом монархи из Олива и братьев-мусульман. Аккуратно. В сближении такого интересного сейчас происходящих процессов. Реконсиляция между Турцией и Эмиратами и Саудовской Аравией. Что это может в себя включать? Вот. Процитирую вам Ксению Светлову, арабиста, эксперта, живущего в Израиле и публикующий с Джерузами пост недавно статью, о которой я познакомился. Интересная статья. Моя задача вам немножко процитирую чуть-чуть. Это интересно тоже. И Нафтоли Беннет нас интересует, потому как некоторые региональные встречи были проведены. Вот такой план на сегодня. А завтра попробуем уделить время, может быть, немножко российской аргенте тоже, потому что есть тоже некоторые вещи, которые я смог прочитать. Западный взгляд такой на российскую реальность, на дилемму президента Владимира Путина. Я попробую завтра тоже об этом поговорить. Это интересно. Примерно такой план на сегодня и на завтра. Вы можете мне писать. 347-460-08770. Те, кто в прямом эфире меня слушает, я постараюсь сразу отвечать. Поздно вечером в четверг был телефонный разговор между нашим президентом Иси Цзиньпинем, а главой коммунистической партии Китая, президентом, председателем КНР. И по заявлению нашего Белого дома, если китая, Джен Псаки, это был разговор, попытка продолжать диалог. Разговор продолжался 90 минут, полтора часа. Это большой достаточно разговор. Детали того, ну, естественно, никаких конкретных договоренностей не было сообщено. Но детали конкретные, о чем ребята разговаривали, они не приведены. Но разных сфер противоречий коснулся этот разговор, конечно же. Они поговорили примерно, да, от торговли, в коей между США и Китаем существуют определенные проблемы. Мы сейчас все это обозначим. Это нуждается в повторении, чтобы мы понимали, что у нас на столе. Мы зашли в Новый год, как мы понимаем, и этот момент надо сфотографировать. Вот сейчас вообще очень интересный момент для нашей истории, американской и для мировой. Мы пересматриваем нашу роль в глобальном доминировании, роль как мирового гегемона. Мы пересматриваем, что мы хотим, чего мы не хотим. У нас сейчас интересный момент. Мы только что закончили одну из самых длительных военных кампаний в американской истории. Не давая сейчас никаких оценок, никаких коннотаций, ничего. Просто факт того, мы закончили. Да, мы ушли оттуда, по крайней мере, физического нашего присутствия там теперь нет в смысле военного хардбора. И оно есть теперь на вооружении Талибана определенное. Есть там хаммеры, есть там всяческие разные стрелковое оружие, есть униформа, предборы ночного видня. Это все там есть, даже ветролеты вроде бы есть. Но нашего американского военного присутствия там нет. И это интересный момент такой, пока еще последствия нашего такого ухода еще не ощущаются. То есть пока еще мы можем находиться в том состоянии, что сказать, а ну ничего, про канава. Более-менее. Ну то есть могло быть и хуже, но, слава богу, вот так. Есть были небольшие протери при выходе впервые с 20-го года, с февраля. Такие, причем массовые 13 человек, погибли наши морпехи, погибли. Но по сравнению с тем, что могло бы быть еще, могло бы быть еще хуже, наверное. Поэтому сейчас можно было бы сказать, что вот сейчас пока вот такие последствия других нет. Ну это понятно, детский взгляд. Ну, исходя из временных рамок, сейчас вот такой момент, когда можно переоценить, пересмотреть многие моменты в нашей внешней политике, пока еще не чувствуются последствия такого нашего вздрова, да, такого нашего выхода. Это один момент. С Китаем у нас очень интересная динамика. Последние годы она началась. Напомню, что при 8 лет президентства Обамы у нас были попытки серьезного диалога. Обама, как известно, не был революционером, был эволюционером. Он пытался продавить медленное-медленное изменение политики Китая, экономической по отношению к нам. Где-то это получалось, где-то это не получалось. К успехам 8 лет президентства Обамы я бы отнес то, что... В отношении к Китаю имею в виду сейчас. Это то, что Китай потихонечку начал отвязывать юаня от доллара и стал потихонечку поднимать курс юаня по отношению к доллару. Это было сделано под давлением именно администрации Обамы. Аккуратно, 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 что давало больше, как бы, возможностей конкуренции американским товарам. Но, опять же, все это очень относительно. И когда пришел Трамп, то меры стали более жесткими, радикальными. Трамп предпочитал использовать доброе слово и пистолет. Несмотря на то, что с Цзиньпинем личный контакт у него был хороший, пистолет он использовал активно. Под данным моментом, под словом пистолет, в данном случае, я использую, я понимаю, экономика urgent. То есть, заставлять Китая делать то, что мы хотим путем угрозы тарифами и исполнения этих угроз. И у него это тоже получилось, в принципе, до начала пандемии. Он подписал очень амбициозную первую этап сделки с Китаем. Китай должен был закупить. Я напоминаю просто. Да, на 100 миллиардов больше нашей продукции в течение двух лет. А здесь хозпродукции, открытый немножко рынок. Пустить на рынок американские иншурансные компании. Пустить на рынок, может быть, американские кредитные компании. Но там большие были разговоры. Короче, если бы не пандемия, будь она проклята, то многие вещи бы, конечно, сегодня выглядели по-другому. Но пришла пандемия, навредившая, естественно, президенту Трампа и его администрации безумно. Навредившая страшно всему миру, о нашей стране в частности. Обрушившая экономику мировую всю. Пандемия была причиной поражения президента Трампа на выборах. Это тоже всем понятно, на самом деле. Если бы не пандемия, этого никогда бы не произошло, то что произошло. В общем и целом, когда зашел Байден, нератив немного поменялся, но Китай оставался главным соперником и не врагом. Мы не называли Китай врагом, но мы называли его соперником и не спешили отменять те тарифы, которые президент Трамп на Китай накладывал. И которые должны были, по идее, по первому этапу сделки частично отменяться, если бы Китай смог исполнить все необходимые взятые на себя обязательства. Но, опять же, из-за пандемии не все удалось сделать. И диалог следующий. Дальше начались проблемы Гонконга. Начались огромное количество проблем. Уйгуры Гонконг. Угрозы Тайваню. Естественно, противостояние Южно-Китайское море. Это только на кончике вилки. И экономически. Опять же, я и напоминаю все время, что всегда существует два нерратива в американском ТАП-эстеблишменте. Есть ястребиный нерратив и есть голубиный нерратив. Хокиш и довиш. Хокиш, ястребиный нерратив, он простой. Такой чистый, угрюмый реалистский нерратив. Ребята, Китай хочет быть гегемоном. Он пытается доминировать. Он будет усиливать свою гегемонию. Все это, так как это zero-sum game, не может. Да, в реализме все zero-sum game. Любой выигрыш кого-то является поражением другого игрока. А любое усиление Китая является поражением США. И мы должны воспринимать Китай как реальную страшную, серьезную угрозу. Не экзотенциальную, может быть, но очень серьезную, с которой требуется считаться и требуется действовать, исходя из этой угрозы нам. Угроза очень значительная. Это ястребиный нерратив. Есть нерратив, естественно, либеральный. Голубиный нерратив. И многие большие умы его придерживаются. Они говорят, что, ребят, Китай на самом деле, да, соревнования, да. Но это соревнования, в котором может быть win-win. И наше последнее сотрудничество, которое было у нас в кооперации экономической, оно показывает, что да, это может быть для совместной выгоды. Можно выигрывать обоим, и при этом кооперация лучше конфронтаться. Это суть. Но там много еще, да, Китай это делает не для того, чтобы добиться гегемонии, а чтобы обеспечить рост своей экономики, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурсов, обеспечение рабочих мест, чтобы сохранить ту социальную схему, которая сегодня в Китае существует, при этом сохранение руководящей ролью коммунистической партии. У Китая есть много уровней угроз, его собственной безопасности. Мы их когда-то обсуждали, в архивных программах это можно найти. Сейчас просто жалко тратить на это время. И, исходя из этого, Китай действует, да, но при этом никоим образом не закрывает возможности с ним сотрудничества. И, по идее, демократическая администрация, по идее, должна к либеральному этому голубиному неративу относиться с большим пониманием. Но нет, мы видим, что все, что достиг президент Дональд Трамп, ну, в смысле введения тарифов и определенная позиция силы в разговоре с Китаем, она пока этой администрацией удерживается также. И разговор, конечно же, возвращаясь к главной теме, да, разговор между президентом Байденом и Си Цзиньпинем, он должен был касаться непосредственно этих вещей. То есть торговли, прав человека, вопроса уйгур, уйгуров, да, вопроса Гонконга, вопроса противостояния в Южно-Китайском море, главная заявленная тема, о которой Джим Саки потом говорила, простите, главная заявленная тема, это то, чтобы никакие американо-китайские разногласия не переросли в военный конфликт. И вот это они обсуждали. Надо понимать, что и президент США Байден, и Си Цзиньпинь достаточно хорошо знакомы друг с другом, они очень-очень много общались, когда Байден был вице-президентом, а Си Цзиньпинь уже был руководителем страны, поэтому, и вообще в этих разговорах, конечно, силы не равны в плане моральной, потому как, да, президент Байден, президент США, но он президент, который сменяем, а выглядит так, что Си Цзиньпинь человек, президент Китайской республики, который не сменяем. И все было сделано в последнее время, чтобы эту власть, его укрепить, насколько это возможно. Внутри китайского общества есть определенный консенсус по его кандидатуре, и, как мы понимаем, большинство населения его, да, поддерживает. Определенные вещи были сделаны в образовании, в устройстве ЦК, в определенной борьбе с коррупцией. Короче, многие были вещи внутри Китая сделаны, которые усиливали власть и продолжают усиливать власть Цзиньпиня, то есть он находится в более комфортной ситуации, плюс, естественно, национализм, который чрезвычайно сейчас популярен среди китайской молодежи, он этот национальный нератив усиливает постоянно, и учебники специально под это сейчас затачиваются. В общем, а у нас нератив, как бы, он постоянно, что Китай во многих-многих местах, мы сталкиваемся с этим, что Китай является нашим не то, что главным даже конкурентом, а фактически врагом. И это, на мой взгляд, очень серьезное заблуждение. Китай не является нашим врагом. Конкурентом да, врагом нет. И это именно то, что китайские товарищи пытаются до нас донести. Они считают, и последние разы, когда у нас были встречи в Анкоридже между Салливаном и Блинкеном, и китайскими их counterpart, Уан И, и там был помощник по нацбезопасности, тоже с китайской стороны. Помните, я вам рассказывал об этой встрече, которая скандалом закончилась, когда они там друг друга начали делать замечания, и публичные журналисты даже не вышли, а уже китайцы подняли крик, сказали, ребят, вы нам тут не навязывайте свой нератив, у нас свое понимание того, о чем вы нам тут пытаетесь рассказать. И объяснили свое понимание. А потом была встреча в одном из китайских городов, вылетела Тянь, вылетела из головы название, там, где потом, кстати, Уан имени, с основным делом, встречался с талибами, а тоже встречался замминистра иностранных дел вместе с Уэнди Шерман, Уэнди Шерман – это первый замгоссекретаря, она встречалась там с замминистра китайских иностранных дел, и тоже был очень жесткий, нехороший разговор. То есть пока до разговора Байдена и Си Цзиньпиня нормального разговора ни одного не было между американцами и китайцами. Первый был, естественно, когда Си Цзиньпин звонил Байдену поздравить его с победой на выборах, и это второй разговор. Представляете, полгода прошло, это первый раз до полгода они поговорили. Но свидетели этого разговора говорят о том, что диалог был, то, что называется кэндид, приличный, нормальный, в уважительном очень тоне, обсуждались серьезные вопросы, но никаких конкретных договоренностей не достигнут. То есть это просто попытка поддержания диалога. Дальше, так как еще пока наше ревью в Белом доме в наших позициях по Китаю не закончено еще, то я, честно говоря, надеюсь на то, что здравый смысл восторжествует. И лоббирование бизнес-корпораций американских Белого дома сейчас идет очень активное, что надо налаживать контакты нормально, нужно входить в разговор, потому что конфронтация навредит всем, и китайцам и навредит нам, и эта война будет, даже если мы в этом столкновении, в этой войне, в смысле конфронтация экономическая, даже если мы в ней, в этой конфронтации победим, это будет пирова победа. В том плане, что потери при этой конфронтации будут такие, что никакая победа потом не перекроет потерянных огромных прибылей. И сегодня, когда экономики обеих стран восстанавливаются после ковида, кстати, после пандемии, и так, вот очень осторожно восстанавливаются, потому что есть еще моменты, которые затрудняют это восстановление спокойное. Сейчас не до конфронтации, на самом деле надо бы договориться, надо определить, вот поэтому этот звонок, он очень полезный, и эти усилия администрации я приветствую. Я так понимаю, что звонок был по настоянию американской стороны, хотя у меня точного подтверждения этому нет, я спекулирую сейчас. Но, в принципе, ясно совершенно, что бизнес-комьюнити американская лоббирует сейчас и Сенат, и палату представителей, и особенно офис торгового представителя Байдена и самого президента, что надо с Китаем налаживать контакт. Пришло время от конфронтации отходить и искать пути договоренности. И это первый шаг, давайте скажем так, это первый шаг в этом направлении, мы его должны приветствовать, это очень хорошо. Глядишь, может быть, и обойдется. Мы к полноценной, полномасштабной конфронтации, я в прошлом войну даже не говорю, про торговое противостояние, не придем к этому и договоримся. Хочется на это надеяться. Это первое, что мы должны знать. Из того, что происходило важного, на самом деле. Не осколки предыдущих событий, не их эхо, да, не эхо вывода нашего ухода из Афганистана, а что-то другое. Следующий момент. Очень важный, я пытаюсь этого сейчас коснуться, может быть, в этом сегменте, и начать немножко в следующем, хотя там у меня Беннадт обещан. Давайте попробуем начать. В последнее время было замечено очень интересное движение стороны Турции. Турция стала пытаться налаживать контакты с Египтом, налаживать контакты с Эмиратами, налаживать контакты с Саудовской Аравией. Что, в принципе, очень странно, учитывая, что идеологически, они сильно на разных полюсах находятся в исламском мире. Турция и Катар, они, как мы говорили вам, вы знаете, это уже, наверное, поддерживают парадигму братьев-мусульман и являются ее частью. А, естественно, Эмираты и Саудовская Аравия, у них политическим самым проблема и у Египта. И для них, братья-мусульмане, это анафема, это проблема, с которой нужно решать, с которой они имеют дело с силовым способом. Вы знаете, что движение братья-мусульмане в Египте вне закона, то есть примерно половина населения в стране фактически вне закона. Ну, правда, это половина населения открыто об этом не говорит, что она поддерживает братьев-мусульман. Но если дело дойдет до того, как, если вы их опросите, они вам это скажут. Но, по крайней мере, сотни и сотни и сотни лидеров движения египетских братьев-мусульман находятся в бегах в Турции сейчас. И вся проблема началась с того, что когда Мурсий был свернут в результате волнений при поддержке военных и военного переворота, который совершил Аль-Сиси при поддержке Саудовской Аравии, Египет сразу... Турция начала бойкот де-факто Египта, давила, пыталась давить. И нахождение всех этих сотен и сотен, может быть, даже тысяч лидеров и членов движения братьев-мусульман в Турции египетских, да, оно как бы являлось тем, как бы, то, что вот пишет Ксения Светлова, являлось той петлей, да, которую шантажировал Эрдоган Аль-Сисимал. Типа, мы будем их поддерживать, продолжать их поддерживать. И потом была блокада Катара, тоже, которая, естественно, показала, насколько сильное это противостояние между монархиями залива и теми, кто поддерживает братьев-мусульман, но потом, при последничестве, короче, удалось в итоге американцам, да, которые сами помогали этой проблемой создаться, в итоге эту проблему разрешить. Да, блокада Катара была снята. И дальше началось, как бы, действие Турции, которая попыталась начать находить, потихоньку начинать искать примирение со своими, как бы, соседями по региону. Да, в данном случае с Эмиратами, которые являются сегодня очень важным игроком. Есть некоторые моменты, которые очень важны, которые, в принципе, заинтересовали Аль-Сиси, который главный, для него главный приз на кону, надо понимать здесь, для Аль-Сиси главный приз, во-первых, что турки пристанут в открытую поддерживать его пятую колонну, то есть братьев-мусульман, которые в Египте есть, но это не только оно, а также это то, что требуется, на самом деле, ливийский вопрос продолжать решать, и турецкое военное присутствие в Ливии для Египта нежелательно, и поддержка братьев-мусульман Ливии и турками нежелательно. Братья-мусульмане была ставка в арабской весне, которую турки сделали, и какое-то время они выигрывали в этой ставке, ставка приносила дивиденды политические, но со временем, пишет, кстати, тоже Ксения Светлова, в Джерусаленпост, не получилось, эта ставка начала проигрывать, потому что братья-мусульмане начали проигрывать и в Ливии, и в Тунисе, и это в итоге вызвало определенную переоценку ценностей у Эрдогана, потому что для него это вопрос экономический, еще надо понимать, что царь порабощается полем, как писал царь Соломон, соответственно, требуются инвестиции прямые в страну, в Белом доме поменялся хозяин, и определенные с Америкой проблемы не решились, проблемы, как бы мы понимаем, у Эрдогана США были после покупки С-400, много других проблем было, и Эрдоган всегда вел самостоятельную внешнюю политику, не обращая внимания ни на интересы НАТО, ни на интерес США, соответственно, США еще к тому же поддерживали определенных, определенные боевые группы, которые являются для Эрдогана проблематичными, в данном случае демократические силы Курдские в Сирии, например, что и тоже послужило одним из поводов ссориться с Америкой периодически, мы за всем этим следили, наблюдали. То есть Америка сегодня не то место, куда Эрдоган хочет прийти за деньгами, и ему, скорее всего, в регионе, который до состояния ему, может быть, эти деньги в его экономику вкладывать, в данном случае Эмираты. Но для этого требуется исполнять некоторые условия, играть по некоторым правилам, главное, что для Эмиратов, что для Египта, что для Саудитов, Эрдоган должен перестать оказывать международную поддержку братьям-мусульманам, что сложно, потому как сам Эрдоган, он возглавляющий партии справедливости и развития, является не что иное, а.к. партия, да, а не что иное, как движение братья-мусульмане, только в турецком варианте. Идеологически, это огромная проблема сейчас для Эрдогана, и вот эта дилемма, которую ему надо решать, не первый раз, да, он оказывается как бы одним местом между двух стульев, это понятно, не первый раз уже эта ситуация у него, просто каждый раз в разной, каким-то образом ему удается выкручиваться. Удастся ли ему сегодня каким-то образом совместить несовместимое, это большой интересный вопрос, и мы за этим будем наблюдать. Также надо понимать, что опять же, из-за того, что администрация сменилась, и эта администрация начинает намного больше человека, да, экстраполировать эту нашу американскую либеральную идею, о том, что права человека должны стоять на первом месте, да, ну, по крайней мере, на словах. Соответственно, есть определенные претензии тогда и к саудитам, естественно, ко всем, ко всем есть, к египтянам, конечно, есть, к саудитам, конечно, есть, к эмиратам, не знаю, есть ли или нет, вроде бы нет пока, но опять же, это все пока. И к туркам есть, потому что мы понимаем, что Эрдоган для путинизации Турции сделал все, что только можно. Уже все сделал, поменял полномочия, был премьер-министром, стал президентом, конституцию поменял, оппозицию арестовал в виде курда, что он там только не делал, закрывал независимое средство массовой информации, арестовал журналистов под разными предлогами. Короче, Эрдоган тоже не является героем американского нератива сегодня, и, несмотря, опять же, оставим в стороне разговоры о союзнических отношениях, да, Турция нужна НАТО, я всегда вам говорил, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО нужна Турции, теоретически. С другой стороны, Эрдоган всегда понимал, что НАТО это путь в кредиты Международному валютному фонду, например. Ну, грубо, я сейчас очень грубо это говорю, но идея такая, как бы это входной билет в клуб цивилизации, да, в западную цивилизацию. Хрен с ним, с Евросоюзом. Эрдоган уже смирился, что есть страны, которые его не примут, да, например, то есть, которые всегда проголосуют против, да, хотя бы Греция. Та же самая Греция, пока вопрос не решен, а там много вопросов, помимо нефти, там еще острова, там много вопросов, простите, газа, не нефть, там еще много вопросов есть, и Франция есть, есть проблемы между Францией и Турцией, есть проблемы между Грецией и Турцией, и он уже смирился с тем, что его не пускают в Евросоюз. Это обычное дело. Такое было уже и раньше, но зато, когда есть НАТО, по крайней мере, у тебя есть прямой выход на всех западных лидеров, и ты можешь с ними договариваться, ты можешь с ними разговаривать, и если тебе что-то надо, ты можешь к ним обратиться, а если ты даже не член НАТО, ну тогда ты как и все. Теперь ситуация, но с другой стороны, НАТО, Турция для НАТО есть непотопляемый авианосец, невероятная территория с базами, которая вот она, аэропорты подскока, как бы все вот это, вот это есть. Это все нельзя сбрасывать со счетов, плюс Россия рядом, Турция закрывает России проход в Средиземное море, технически, опять же, она когда хочет, закрывает, когда не хочет, не закрывает, это тоже достаточно непростой вопрос. Турция географически являлась всегда врагом, сегодня парадигма поменялась, но есть определенные моменты, которые можно решать и нужно решать. Вопрос, как далеко захочет сейчас Эрдоган в этом своем маневрировании зайти? Сможет ли он, хотя бы для вида, отказаться от некоторых моментов, которые до этого он достаточно рьяно и достаточно активно преследовал, а в том, что касается поддержки международного, то есть насколько из-за того, что он сейчас попытается примириться с Саудитами, с Эмиратами, с Египтом, главный вопрос, да, для меня в данном случае, насколько его международное положение и его влияние в мире в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, это все регионы, частью которых Турция является культурно-исторически, как Османская империя, насколько вот это его желание примириться, найти эти инвестиции, прямые в свою экономику у Эмиратов, у Саудитов, насколько это все может пошатнуть его мировую позицию, да, его попытки региональной гегемонии, давайте это скажем так. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть ТРС, с вами Кирилл Задов, сегодня 13 сентября года 1021 понедельник, обещал Беннет, ну, помимо того, что в Израиле волна пандемическая не закончилась, и противоречивая информация приходит по количеству кейсов, и так далее, и так далее, и так далее, при этом это не мешает внешнеполитической деятельности Беннета, и, кстати, так это выглядит, что лидеры региона, король Абдала, например, Аль-Сиси, например, да, то есть главные страны, с которыми у Израиля давно мирные соглашения подписаны, и эти мирные соглашения не развивались, так как должны были развиваться. Видите, когда вы получите мирные соглашения с кем-то, это дает определенный буст, подталкивает страны к расширению торговли, к серьезному экономическому взаимодействию, к серьезному взаимодействию в сфере безопасности. Если в сфере безопасности, допустим, разведки и Египта, и Израиля, и Иордании, и Израиля, респективно, работали совместно достаточно долго, и обменивались информацией, начиная с 79-го года, египтяне с азраильтянами, и с 94-го года, по-моему, в том, в том, году подписали договор мирных с Иорданией. Они доработали, экономическое сотрудничество сводилось к минимуму, и вообще, надо сказать, что правители Игипта, и Иордании использовали антиизраильскую тему каждый раз, когда их народам, их нациям требовалось выплеснуть пар, немножко выпустить пар, когда определенные проблемы внутри страны начинали сильно давить, и выходили демонстрации, то часто демонстрации выходили под антиизраильскими, антисемитскими плакатами. Хочу напомнить опросы, которыми я когда-то описал, когда всяческие курсовые работы здесь в новую, то я сталкивался с определенной статистикой, она грустная, эта статистика. В Иордании, например, 98% населения по опросам 2010-го года имели жестко антиизраильские, антисемитские взгляды, и примерно такая же цифра в Египте. Опять же, нет выборки по коптам-христианам и по арабам-простым мусульманам, но вот такая вот из той подборки, с которой мне попалась на глаза, там, да, вот была такая тоже информация, в Египте больше 90% тоже имели очень жесткие населения по опросам, имели жесткие антиизраильские, антисемитские взгляды. То есть нехорошая ситуация, мягко говоря, и понятно, что лидерам этих государств было сложно каким-то образом встречаться с районским руководством, но когда было нужно, они это делали. У Мубарака была возможность, ну, Мубарак был царем, правил безраздельно, примерно так же, как сейчас правит Аль-Сиси, фактически, разницы большой я не вижу в том, что делает Аль-Сиси и в том, что делал Хосни Мубарак, учитывая, что они оба военные люди. И прошла встреча в Шарм-эль-Шейхе, это, вы знаете, на курортный город на Синайском полуострове, на фтоле Беннета с Аль-Сиси, Абдул-Фатахом Аль-Сиси. И они разговаривали о многих вещах, и после этой встречи Беннет сказал, что разговор с Египетом является корнерстоун, краеугольным камнем безопасности региона. Это самое главное, что Беннет сказал после этой встречи. Разговор был большим, конструктивным. Обсуждалась экономика, обсуждались взаимодействия в всяческой военной сфере. Мы всех деталей тоже не знаем, потому что есть вещи, которые оставались, останутся между ними, как я понимаю. а касались, Беннет вроде бы никак не упоминал палестинскую проблему. Пресс-служба Аль-Сиси распространила, что был разговор о том, коснулись стороны того, каким образом возобновить мирный процесс. Ну, тут мы понимаем, что мирный процесс это такая ускользающая лань, которую сложно как-то поймать в какие-то хотя бы, ну, то есть хотя бы задержать ее и посмотреть в ней друг на друга, сторонам. Пока есть проблемы. Если я не ошибаюсь, совсем недавно Бенни Ганс, министр обороны, встречался с Аббасом. Кстати, на палестинском направлении был разговор. Опять же, все промежуточное, очень совсем понятно, каково будет будущее палестинской автономии после ухода Махмуда Аббаса, который, скорее всего, в ближайшее время состоится. Так, мне кажется. Дядечка старенький, правда. И мне представляется, физически не совсем в состоянии это дело контролировать уже. Но ему, видимо, нужны еще какие-то определенные гарантии. Как мы понимаем, когда человек после такого количества времени возглавлял достаточно нестабильную конструкцию, которой является палестинская автономия, и получал очень большие деньги туда. И понятно, что судьба всех финансов, которые туда заходили, она не настолько прям ясна и прозрачна. И наверняка те, кто придут на ему на смену, захотят выяснить судьбу некоторых сумм. И я думаю, что для того, чтобы он мог себе позволить спокойно уйти на покой на пенсию, в принципе, нужны определенные гарантии. И не совсем понятно мне, кто такие гарантии сегодня в палестинском политическом устройстве может предоставить. Это тоже затрудняет, как мы понимаем, определенную смену поколений в палестинском руководстве. Наверное, тоже. Вот. А Беннет, очень вопрос газы активно важен сейчас, правда, сильно важен. Учитывая, что мы сейчас вернулись в Square One, мы, в смысле, Израиль вернулся в Square One, продолжаются поджоги, воздушные шары с привязанной взрывчаткой летят на израильскую территорию, что, в принципе, естественно, приравнивается к терроризму абсолютно. Израильская авиация работает по хамасским целям, хамас посылает ракеты. При этом, палестинский исламский джихад в ответ на израильские поиски четырех сбежавших, шестерых сбежавших заключенных тоже начал определенную активность, так называемая стеббинг-компейн, то есть, ходят террористы и бьют ножами. Вот сегодня, по-моему, была атака на Тахана-Мерказид, на рынке в Иерусалиме два человека ранены. Я не знаю судьбу того, кто это сделал, жив он или нет, застрелили его или нет, пока не знаю, все очень сырая информация. То есть, достаточно напряженная ситуация началась опять, и это выглядит все как начало, потенциальное, возможное начало военного конфликта в скором будущем, учитывая, что я так понимаю, что палестинская автономия тоже отказалась передавать быть посредником между катарскими деньгами и Хамасом и Газой. Они решили этим больше не заниматься, и кто-то должен эти катарские деньги передавать, и тут возникает обленная проблема, у Израиля же нет прямых контактов с Хамасом, мы понимаем здесь, и не должно быть по идее. А если мы не хотим только с ними вступить в прямые переговоры, ну, очевидно, пока мы не готовы к этому, Хамас тоже пока к этому не готов. Альтернатива понятна какая, если дальше все это пойдет на самотек, так как оно идет сейчас, то в ближайшее время мы можем увидеть еще один раунд обострения противостояния. Я не хочу тут выступать пророком, и надеюсь, что то, что я сейчас говорю, не произойдет. И мой прогноз такой, да, он не оправдается ни в коем образом, но то, что угроза возобновления полномасштабных военных действий есть, она есть. И учитывая, что у Хамаса возможности продолжать такую же эскалацию, которую мы видели последний раз в мае, если я не ошибаюсь, не особо эти возможности есть, их силы были сильно подорваны, я ожидаю, что такой раунд противостояния может оказаться для Хамаса последним. Поэтому, мне кажется, что руководство Хамаса должно об этом четко помнить и понимать, что в этом случае уже у Беннета не будет никакого повода стесняться. Я так себе представляю, может быть, появится наконец-то желание проблему Хамаса решить военным путем, что, конечно, чревато очень серьезными последствиями тоже и для внутриполитической жизни. Израиля, друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик Субтитры сделал DimaTorzok